Здравствуйте, дорогие слушатели Кружка! Сегодня вашему вниманию мы хотим предложить вторую и третью главу из работы Владимира Ильича Ленина «Пролетарская революция и ренегат Каутский». Почему мы пришли к этому выводу, что именно не с первой главы? Потому что эта работа была написана в конце октября, в начале ноября 1918 года, когда Каутский выступил со своими литературными статьями против революции в России, против социалистической революции, против октябрьской революции и обвинял большевиков там во всяких тяжких грехах, в том числе прежде всего в нарушении демократии. И поэтому мы не предлагаем вашему вниманию полностью всю работу, потому что эта работа в значительной части посвящена развенчанию ошибочных и ревизионистских взглядов Каутского на марксизм. А мы хотим вам предложить только ту часть этой работы, которая раскрывает именно научное понимание марксизма, то есть то, что полезно для тех, кто хочет представлять, что из себя представляет марксизм. Вот именно в таком разрезе. Сама работа, конечно, очень интересная. Я всем слушателям рекомендую ее внимательно прочитать, потому что развенчание ревизионизма и оппортунизма, которое выразилось в нападках на Октябрьскую революцию в России и в общем-то в нападках на научное понимание марксизма, Владимир Ильич очень хорошо и очень доходчиво развенчал весь этот оппортунизм Каутского. Поэтому будет интересно почитать. Ну а теперь непосредственно хочу перейти вот к тому, к той части, которую хочу до вас довести. Прежде чем перейти ко второй главе, я хочу вот такую мысль озвучить, которая предваряет вторую главу у Владимира Ильича Ленина в этой работе. Вот предваряя главу, вторую главу, которую он назвал «Буржуазная и пролетарская демократия», Владимир Ильич говорит следующее. «Каутский извратил самым неслыханным образом понятие диктатуры пролетариата, превратив Маркса в дюжинного либерала, то есть докатился сам до уровня либерала, который болтает пошлые фразы о чистой демократии». Сразу хочу оговориться, что слова «чистая демократия» здесь будут в работе Владимира Ильича часто повторяться, и во всех случаях, когда он эти слова говорит «чистая демократия», он их берет в кавычки, он их берет в кавычки. Почему? Ну, прежде всего, потому что такое понятие явно не соответствует научному пониманию демократии, поэтому он всегда берет эти «чистая демократия», берет в кавычки. Итак, докатился сам до уровня либерала, который болтает пошлые фразы о чистой демократии, прикрашивая и затушевывая классовое содержание буржуазной демократии, «чураясь всего более революционного насилия со стороны угнетенного класса». Вот такую мысль он предвосхищает, вторую главу. И далее во второй главе, который назвал буржуазной и пролетарской демократии, повторяющий раз, он говорит «Если не издеваться над здравым смыслом и над историей, то ясно, что нельзя говорить о чистой демократии, пока существуют различные классы, а можно говорить только о классовой демократии». В скобках сказать, «чистая демократия» есть не только невежественная фраза, вот почему он ее берет-то все время в кавычки, обнаруживающая непонимание как борьбы классов, так и сущности государства, но и трижды пустая фраза, ибо в коммунистическом обществе демократия будет, перерождаясь и превращаясь в привычку, отмирать, но никогда не будет чистой демократии. Далее продолжает. «Чистая демократия» есть лживая фраза либерала, одурачивающего рабочих. История знает буржуазную демократию, которая идет на смену феодализму, и пролетарскую демократию, которая идет на смену буржуазной. Буржуазная демократия, будучи великим историческим прогрессом по сравнению со средневековьем, всегда остается и при капитализме не может не оставаться узкой, урезанной, фальшивой, лицемерной, раем для богатых, ловушкой и обманом для эксплуатируемых, для бедных. Напомним сначала ученейшему господину Каутскому те теоретические заявления Маркса и Энгельса, которые наш начетчик позорно забыл в угоду буржуазии, а потом поясним дело наиболее популярное. То есть, прежде чем разъяснять, что такое демократия вообще и какая она бывает, Владимир Ильич предлагает сначала послушать, что говорили Маркс и Энгельс. И вот приводят такие примеры, что Энгельс в его сочинении о государстве говорит, Так как государство есть лишь приходящее учреждение, которым приходится пользоваться в борьбе в революции, чтобы насильственно подавить своих противников, то говорить о свободном народном государстве есть чистая бессмыслица. Пока пролетариат еще нуждается в государстве, он нуждается в нем не в интересах свободы, а в интересах подавления своих противников. А когда становится возможным говорить о свободе, тогда государство, как таковое, перестает существовать. Вот так говорил Энгельс о государстве. И еще одно свидетельство классиков марксизма приводит Владимир Ильич, и хочу его тоже озвучить. Энгельс в письме к Бебелю от 28 марта 1875 года говорит, «Государство есть не что иное, как машина для подавления одного класса другим, и в демократической республике ничуть не меньше, чем в монархии». Вот так он приводит классику. И дальше переходит к расшифровке понятия о демократии. Возьмите основные законы современных государств, возьмите управление ими, возьмите свободу собраний или печати, возьмите равенство граждан перед законом, и вы увидите на каждом шагу хорошо знакомое всякому честному и сознательному рабочему лицемерие буржуазной демократии. «Нет ни одного, хотя бы самого демократического государства, где бы не было лазеек или оговорок в конституциях, обеспечивающих буржуазии возможность двинуть войска против рабочих, ввести военное положение и тому подобное, в случае нарушения порядка». Эти слова «в случае нарушения порядка» он тоже берет в кавычки. И говорит, что это как бы зацепка. А на деле в случае нарушения эксплуатируемым классом своего рабского положения и попыток вести себя не по-рабски. То есть как только эксплуатируемый класс пытается сопротивляться, то нужно ожидать от демократического буржуазного государства ввести вооруженное положение, военное положение. Охрана же дальше, а что как быть с меньшинством? Кто же должен как в буржуазной демократии осуществлять охрану хотя бы в какой-то степени демократии? И по этому поводу Владимир Владимирович говорит, что охрану меньшинства господствующая партия буржуазной демократии дает только другой буржуазной партии, то есть оппозиционной, но опять же буржуазной партии. Пролетариату же при всяком серьезном, глубоком, коренном вопросе вместо охраны меньшинства достаются военные положения или погромы. Чем больше развита демократия, тем ближе бывает при всяком глубоком политическом расхождении, опасном для буржуазии, к погрому или гражданской войне. То есть как только возникает серьезная опасность для буржуазии, так или погром, или гражданская война, или просто развязывание войны. Ну этих примеров в истории вы можете много привести. Далее по поводу буржуазной демократии. На каждом шагу в самом демократическом буржуазном государстве встречают угнетенные массы, вопиющие противоречия между формальным равенством, то есть в Конституции вроде записано в любой буржуазной формальное равенство, да, которое демократия капиталистов провозглашает, и тысячами фактических ограничений и ухищений, делающих пролетариев наемными рабами. Именно это противоречие раскрывает глаза массам на гнилость, лживость, лицемерие капитализма. Именно это противоречие разоблачает постоянно агитаторы и пропагандисты социализма перед массами, чтобы приготовить их к революции. Ну, по этому поводу, конечно, можно сказать, что нет таких, как бы не можем мы привести такого примера, чтобы пролетарии решали какие-то судьбы, или хотя бы там в каких-то думах, или в каких-то правительствах буржуазных. Это что касается вот буржуазной демократии. Далее переходит и к раскрытию понятия, и что такое пролетарская демократия, Владимир Ильич. Он говорит, пролетарская демократия, одной из форм, которой является советская власть, дала невиданное в мире развитие и расширение демократии именно для гигантского большинства населения, для эксплуатируемых и трудящихся, потому что трудящихся, гигантское большинство в любой стране, даже в буржуазном государстве. Поэтому и расширение демократии дает советская власть или другая пролетарская демократия. Буржуазной же демократии капиталисты тысячами проделок, тем более искусных и вернодействующих, чем развитие чистой демократии, о которой толкуют некоторые, отталкивают массы от участия в управлении, от свободы собрания и печати. Советская власть, первая в мире, строго говоря, вторая, ибо то же самое начала делать Парижская коммуна, привлекает массы, именно эксплуатируемые массы к управлению. Участие в буржуазном парламенте, который никогда не решает серьезнейших вопросов буржуазной демократии, а их решает биржа и банки. Так вот, участие загорожено от трудящихся масс тысячами загородок, и рабочие великолепно знают и чувствуют, видят и осязают, что буржуазный парламент, чужое учреждение, орудие угнетения пролетариев буржуазии, учреждение враждебного класса, эксплуататорского меньшинства. Ну, вы видите, в нашей думе, даже в нынешнее время, очень практически нет никаких пролетариев, только представители буржуазии. Даже сейчас, несмотря на всякие заявления о широкой демократии. Далее, Владимир Ильич говорит, Советы – это непосредственная организация самих трудящихся и эксплуатируемых масс, облегчающая им возможность самим устраивать государство и управлять им всячески, как только можно. Именно авангард трудящихся и эксплуатируемых городской пролетариат получает то преимущество при этом, что он наилучше объединен крупными предприятиями, что ему всего легче выбирать и следить за выборными, автоматически советская организация облегчает объединение всех трудящихся и эксплуатируемых вокруг их авангарда пролетариата. То есть, еще раз Владимир Ильич говорит, что именно авангардом при советской власти является городской пролетариат наиболее крупных предприятий. Именно он наиболее подготовлен к тому, чтобы осуществлять пролетарскую демократию, а не буржуазную. И говорит, что непрямые выборы в нелокальные, неместные советы облегчают съезды советов, делают весь аппарат дешевле, подвижнее, доступнее для рабочих и для крестьян в такой период, когда жизнь кипит и требуется особенно быстро иметь возможность отозвать своего местного депутата или послать его на общий съезд советов. То есть, вот преимущество советской власти, как он этой фразой раскрывает. Далее, пролетарская демократия в миллион раз демократичнее всякой буржуазной демократии. Советская власть в миллион раз демократичнее самой демократической буржуазной республики. И подтверждает это тем, что говорит, есть ли хоть одна страна в мире из числа наиболее демократических буржуазных стран, в которой средний массовый рабочий, средний массовый батрак или деревенский пролетарий вообще, то есть представитель угнетенной массы громадного большинства населения, пользовался хоть бы приблизительно такой свободой устраивать собрания в лучших зданиях, такой свободой иметь для выражения своих идей, для защиты своих интересов крупнейшие типографии и лучшие склады бумаги, такой свободой выдвигать именно людей своего класса на управление государством и на устраивание государства, как в советской России. То есть нет ни одного буржуазного государства, где бы выдвигались люди из эксплуатируемой трудящейся массы в управлении государством. А в России, говорит Владимир Владимирович Ленин, совсем разбили чиновничий аппарат, не оставили на нем камня на камне, прогнали всех старых судей, разогнали буржуазный парламент и дали гораздо более доступное представительство именно рабочим и крестьянам. Их советами заменили чиновникам, или их советы поставили над чиновниками, их советы сделали избирателями судей. Одного этого факта достаточно, чтобы все угнетенные классы признали советскую власть, то есть данную форму диктатуры пролетариата, в миллион раз демократичнее самой демократической буржуазной республики. Вот такие мысли по поводу буржуазной и пролетарской демократии изложил в этой главе Владимир Ильич. И еще хочу также коротко пробежаться по главе третьей, которую Владимир Ильич назвал «Может ли быть равенство эксплуатируемого с эксплуататором?» То есть то равенство, которое провозглашает буржуазная конституция во всех государствах буржуазной. По этому поводу Владимир Ильич говорит, «Если рассуждать по-марксистски, то приходится сказать, эксплуататоры неминуемо превращают государство, а речь идет о демократии, то есть об одной из форм государства, в орудие господства своего класса эксплуататоров над эксплуатируемыми». Поэтому и демократические государства, пока есть эксплуататоры, господствующие над большинством эксплуатируемых, неизбежно будет демократия для эксплуататоров. Государство эксплуатируемых должно коренным образом отличаться от такого государства. «Должно быть демократией для эксплуатируемых и подавлением эксплуататоров. А подавление класса означает неравенство этого класса, изъятие его из демократии». Вот так оценивает Владимир Ильич демократию и равенство и неравенство. Буржуазная демократия. «Эксплуататор», продолжает Владимир Ильич, «не может быть равен эксплуатируемому. Эта истина, как она не неприятна Каутскому, составляет существеннейшее содержание социализма. Другая истина, действительного, фактического равенства, не может быть, пока совершенно не уничтожена всякая возможность эксплуатации одного класса другим. «Не может быть равенства между эксплуататорами, которые в течение долгих поколений выделялись и образованием, и условиями богатой жизни, и навыками, и эксплуатируемыми, масса которых даже в самых передовых и наиболее демократических буржуазных республиках забита, темна, невежественно, запугана. Разрозненно эксплуататоры на долгое время после переворота сохраняют неизбежно ряд громадных фактических преимуществ. А именно, у них остаются деньги, уничтожить деньги сразу нельзя, кое-какое движимое имущество, часто значительное, остаются связи, навыки организации управления, знание всех тайн, обычаев приемов средств возможностей управления, остается наиболее высокое образование, близость к технически высшему, по буржуазному живущему и мыслящему персоналу, остается неизмеримо больший навык в военном деле». И так далее. Если эксплуататоры разбиты только в одной стране, а это, конечно, типичный случай, ибо одновременная революция в ряде стран есть редкое исключение, то они остаются все же сильнее эксплуатируемых, ибо международные связи эксплуататоров громадны. Что часть эксплуатируемых из наименее развитых среднекрестьянских, ремесленных и тому подобных масс идет и способна идти за эксплуататорами. Это показывали до сих пор все революции, и коммуна даже в том числе, говорит Владимир Ильич. И вот из этой изложенной мысли, что эксплуататоры сильнее эксплуатируемых, он делает такой вывод, что при таком положении вещей предполагать, что при сколько-нибудь глубокой и серьезной революции решает дело просто-напросто, отношение большинства к меньшинству, есть величайшее тупоумие, есть самый глупенький предрассудок дюжинного либерала, есть обман масс, сокрытие от них заведомой исторической правды. Эта историческая правда состоит в том, что правилом является при всякой глубокой революции долгое, упорное, отчаянное сопротивление эксплуататоров, сохраняющих в течение ряда лет крупные фактические преимущества над эксплуатируемыми. Переход от капитализма к коммунизму есть целая историческая эпоха. Пока она не закончилась, у эксплуататоров неизбежно остается надежда на реставрацию, а эта надежда превращается в попытки реставрации. И после первого серьезного поражения свергнутые эксплуататоры, которые не ожидали своего свержения, не верили в него, не допускали мысли о нем, удесятеренной энергией, с бешеной страстью, с ненавистью возросшего сто крат, бросаются в бой за возвращение отнятого рая, за их семьи, которые жили так сладко и которые теперь простонародная сволочь, эти слова он берет в кавычки, конечно, простонародная сволочь, осуждает на разорение и нищету, или на простой труд. А за эксплуататорами-капиталистами тянется широкая масса мелкой буржуазии, про которую десятки лет исторического опыта всех стран свидетельствуют, что она шатается и колеблется, сегодня идет за пролетариатом, завтра пугается трудностей переворота, впадает в панику от первого поражения или полупоражения рабочих, нервничает, мечет, сохныкает, перебегает из лагеря в лагерь, как наши меньшевики и эсеры. Вот такую оценку отдает периоду перехода от капитализма к коммунизму. И далее говорит, необходимым признаком, обязательным условием диктатуры является насильственное подавление эксплуататоров как класса, и следовательно, нарушение чистой демократии, то есть равенства и свободы по отношению к этому классу. Так и только так может быть поставлен вопрос теоретически, говорит Владимир Ильич. И в заключение этой главы он говорит, пролетариат не может победить, не сломив сопротивление буржуазии, не подавив насильственно своих противников, и что там, где есть насильственное подавление, где нет свободы, конечно, нет демократии. Вот на этом третья глава заканчивается, ну и я хочу закончить тоже то, что хотел до вас довести. Пожалуйста, может быть вопросы какие-то возникли. Наверное, стоит уточнить, что меньшинство у нас сейчас имеет двоякий смысл, это слово, по меньшинствам у нас всякие гадости, подразумевается. Нет, значит... излагал те мысли, которые есть, я пропускал в этих главах, тоже пропускал, где он критикует Каусского. И там вопрос, вот тут меньшинство и большинство, там несколько у Каусского передернут, и он по этому меньшинству, вот тут где он упоминал, он брал в кавычки. К сожалению, еще раз хочу порекомендовать, прочитайте сами, но суть того, что хотел довести вот в этих двух главах Владимир Ильич, что пока существуют классы, демократия может существовать только для правящего класса. Для остальных это диктатура. Для остальных это понятно, да? Мне очень еще понравился такой момент, по факту Владимир Ильич здесь перефразировал народную поговорку, что закон что дышло, куда думал, туда и вышло. Может быть тебе и кажется, что закон о твоей стороне, но на самом деле закон всегда на стороне правящего класса. И вторая часть, как раз по поводу законодательства, а собственно в Союзе-то в позднем примерно тоже самое, у нас появились юристы профессиональные, которые начали диктовать законы так, как им удобно, и грубо говоря, обычный рядовой рабочий, вынужденный, так сказать, дойти до тяжбы судебной, оставался немножко, так сказать, не уделал, он не умел говорить на юридическом языке, который был более распространен среди юристов и прокуроров. И соответственно, не получилось ли то же самое примерно в Советском Союзе, в позднем, когда у нас юристы что-то не в отдельный указ превратились? Ну, тут насчет Советского Союза это особо. Значит, что я хочу сказать? Дело в том, что правящий класс, правящий класс, конечно же, на службу берет в себе всех, в том числе и юристов, и естественно, законы он издает только такие, которые отвечают интересам правящего класса, которые расширяют демократию для правящего класса. Но опять же, это диктатура для эксплуатируемых классов. И поэтому, вот Ленин неоднократно возвращался к формулировке, что такое диктатура. И здесь он тоже в этой работе, он тоже возвращается, тоже как бы дает определение диктатуре. Вот он как говорит здесь в этой работе, дает, он так и говорит, что дает определение этого понятия. Он говорит, что диктатура есть власть, опирающаяся непосредственно на насилие, не связанное никакими законами. Революционная диктатура пролетариата, есть власть завоеванная и поддерживаемая насилием пролетариата над буржуазией. Власть, не связанная никакими законами. То есть, диктатура, она уже тоже может издавать законы, но опять же диктатура класса, который находится у власти, и законы эти соответствуют коренным интересам этого класса, который находится у власти. А сама диктатура, это власть, которая опирается на насилие по отношению к другим классам, которые не находятся у власти. Вот так можно растолковать это все, мне кажется. А вам не кажется, что данный вопрос по поводу свободы при отсутствии государства отмирает? Не вызвана ли это сложность восприятия этой мысли тем, что мы много уже тысячелетия живем при господстве того или иного класса, и человеку просто трудно представить себе, как можно жить без государства, юристов, законов, юридических. Есть такое, да, что многие не представляют, что такое, что при коммунизме, если как только будет построен коммунизм, человеческая помощь, так отомрет не только государство, но и необходимости трактовать понятие свободы, потому что все будут заняты производительным трудом, и никто не будет себя ощущать каким-то, ну, чем-то какого-то угнетения, что ли, со стороны кого бы то ни было, и поэтому понятие свободы просто так же, как и государство, отомрет. Никто не будет рассуждать, что такое свобода, и чем она заключается. Но вообще-то вот свобода, понятие в различных философиях по-разному толкуется, но если я не ошибаюсь, если самое упрощенное понятие свободы, которое давали марксисты, то самое упрощенное, есть более подробное, там сказано так, свобода это есть осознанная необходимость. Так примерно звучит это понятие, это самое упрощенное. Не, ну, нам в каком-то мере чуть-чуть повезло, и мы видели в наглядном, да, судебные практики в Советском Союзе, и сейчас. Сейчас кто по какому вопросу только не судится. Все через суд юриста, через кучу денег адвоката, и подобные вещи. И, как правило, решается в пользу того, кто больше заплатит. Ну, так правильно. А Советские граждане от этих, большинства таких судилищ были свободны. Они, там, судебные тяги, решались в обществе, в коллективе, как правило, эти вопросы, чаще всего. Даже профсоюз или партком иногда решал такие мелкие вопросы коллективу. можно подойти с другой стороны. Количество оплодательных приговоров в Советском Союзе было выше, чем сейчас даже. Ну, это может. Возможно, да. Я сейчас не располагаю такими данными. Ну, я не помню за весь Советский Союз, но вовремя Сталина не меньше 10% было оплодательных. А тут все... Не располагаю я такими данными не могу сказать. Тут как раз все закономерно по работе. Если правящий класс рабочий, а рабочие большинство, ну, соответственно, законам их пользуют и, соответственно, больше оплодательных приговоров. А сейчас у нас буржуев очень мало. В их пользу законы, конечно, принимаются, но в общем количестве судят, учитывая, что в основном рабочие население, то, соответственно, оправдательных приговоров будет очень мало. Мы тоже можем найти кого-нибудь Сердюкова, которого они посадили и отпустили, сказали, он не виноват. Но это будет капля в море, которая там на статистику почти не... Ну, не знаю, насколько достоверна информация, но где-то в каком-то источнике я проскочила такая информация, что в настоящее время в тюрьмах сидит трудящихся значительно больше, чем даже в самые, как говорится, нелюбимые буржуазии 30-е годы у нас при советской власти сидело. Даже больше сидело. Конечно, я же говорю, любого работягу чуть что сразу закрывают, ибо денег на адвоката нету, и, соответственно, единственное, что может оправдательный приговор получить, так это вот какой-нибудь Сердюков. Ну, да. В основном просто шансов нет. И, опять же, если мы посмотрим все эти скандальные уголовные дела, там, за редким-редким исключением, когда посадят какого-нибудь там или актера знаменитого, или губернатора, это буквально единицы. И самое интересное, что те, кто присвоил миллионы государственных, они долго почему-то там не задержатся в тюрьме, как правило, даже если их посадят, взяточников. Их очень... Совершенно недавно где-то какого-то сколько-то миллионов там через год уже на свободе был. Ну, Васильева можно вспомнить. Она вообще практически, ее там не видели в тюрьме. Что-то, недавно, кстати, озвучила статистика где-то я читал, что-то с момента начала спецоперации порядка 50 бывших замминистров, министров покинуло территорию нашей страны. Где-то озвучилось, не помню. Ну, возможно, да. Очень многие. Ну, и кто в правительстве сидел вот этих вот, что они порядка 50 человек покинули. Было что-то такое, но не могу сейчас сказать.